Блокировка интернет-рекламы Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео я расскажу вам о том, как блокировать надоедливую интернет-рекламу. Судя по комментариям к моим видео, для многих пользователей это действительно большая проблема. Реклама на сайтах вылезает со всех сторон и чуть ли не блокирует вам доступ к основному контенту. Однако такая картина в основном актуальна только для тех сайтов, которые раздают различные платные вещи бесплатно. Различные торрент-трекеры, ворезники и так далее. Лично я на подобных сайтах бываю крайне редко, однако мне довольно сильно досаждает реклама на ютубе. Именно поэтому я в свое время озаботился вопросом блокировки интернет-рекламы. И сейчас я расскажу вам о том, как заблокировать 99% всей рекламы, которую вы ежедневно наблюдаете в своем браузере. Тем более, что делается это буквально в пару кликов. Скажу даже больше. Я практически уверен, что большинство моих подписчиков уже давно используют этот инструмент. Речь идет о плагине AdBlock. Если вы не любите интернет-рекламу, то AdBlock это первый плагин, который вы должны установить сразу после переустановки Windows. Данный плагин доступен для всех основных популярных браузеров. Он есть и в Google Chrome, и в Opera, и в Mozilla Firefox. В основном мы будем смотреть на работу этого плагина в браузере Google Chrome, однако другие браузеры мы также затронем. Что ж, давайте переходить к практической части данного урока. Как видите, на моем экране сейчас представлен торрент-трекер, который буквально завален различной рекламой. Рекламные блоки здесь буквально повсюду. И это при том, что несколько всплывающих окошек я уже закрыл, так как они надоедали своими звуками. Запомните эту картину, потому что больше вы ее не увидите. Для того, чтобы убрать интернет-рекламу, мы переходим в магазин дополнений Google Chrome. Ссылку на этот магазин вы сможете найти под видео. После чего вписываем в поисковой строке название нашего плагина. AdBlock. Как видите, он первый в данном списке. Также здесь присутствует плагин AdBlock+. Он имеет чуть-чуть побольше возможностей, чем стандартная версия, поэтому я советую установить именно его. Выбираем AdBlock+. После чего находим его в поисковой выдаче и нажимаем на данную кнопку. Затем подтверждаем установку, нажав на кнопку «Добавить». Происходит установка данного плагина. После чего вы увидите сообщение о том, что он успешно установлен. После этого я советую перезапустить браузер. После перезапуска браузера я зашел на тот же самый торрент-трекер. Как видите, теперь здесь все чисто. Ни единого блока рекламы. Конечно, данный плагин может что-то пропускать, но такое бывает крайне редко. Значок нашего плагина появился в правом верхнем углу. Давайте щелкнем по нему. Здесь мы видим, что на данной странице было заблокировано 8 блоков. Тут же мы можем отключить плагин на этом сайте или заблокировать отдельный элемент. Кстати, этот инструмент заслуживает отдельного внимания. Он позволяет блокировать различные всплывающие окошки. Наверняка все попадали на такие сайты, где вроде бы на первый взгляд все в порядке, вы начинаете читать какую-либо статью, после чего буквально через 5-10 секунд экран затемняется и вас просит авторизоваться. То есть блокирует вам доступ к этому контенту. При помощи инструмента «Заблокировать элемент» вы можете убрать все эти окошки. Давайте посмотрим, как он работает. Нажимаем на данную кнопку, после чего выбираем тот элемент на сайте, который мы хотим заблокировать. К примеру, данный блок. Щелкаем по нему, после чего нажимаем на кнопку «Добавить». Теперь мы видим, что данный блок с сайта исчез. Что ж, как вы видите, плагин работает просто превосходно. Помимо различных баннеров и тизеров, он также блокирует рекламу на ютубе. То есть вам теперь не придется просматривать все эти рекламные ролики перед началом просмотра основного видео. Все это будет блокироваться автоматически. Что ж, это что касается браузера Google Chrome. Теперь давайте разберем процедуру установки «Адблок» в других браузерах. Например, Mozilla Firefox. Здесь мы также переходим в магазин дополнений, вбиваем в поисковую строку «Адблок», после чего выбираем «Адблок плюс» и нажимаем на кнопку «Добавить Firefox». Подтверждаем установку, после чего перезапускаем браузер. После чего мы видим тот же самый сайт, но уже без рекламы. Значок «Адблок плюс» также появился в правом верхнем углу. Точно такая же картина и с браузером Opera. Переходим в расширение, вводим «Адблок», выбираем «Адблок плюс» и добавляем его в наш браузер. Как видите, все элементарно, но при этом данный плагин фильтрует практически всю интернет-рекламу. Поэтому, если она вас очень сильно раздражает, то можете блокировать ее подобным способом. Однако, я должен напомнить вам вот о чем. Для некоторых проектов реклама – это единственный способ заработка. Любому проекту нужны какие-то деньги для того, чтобы развиваться дальше. Я советую относиться к этому с пониманием и отключать блокировку интернет-рекламы на тех сайтах, которые вам действительно нравятся. Это лучшая помощь, которую вы можете им оказать. Что ж, дорогие друзья, а на этом все. С вами был Василий Купчихин и проект PCVestnik.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова